И всем привет, ребят! С Мистер Вайкейсю записываю новый ролик. Сегодняшний видео ролик посвящен игровой тематике. Сегодня мы вместе с вами обсудим то, что у нас происходит в игре за последнее время. Да, и как вы знаете, у нас на протяжении уже нескольких дней, а может быть даже недели, периодически игра не работает, происходят дедос-атаки. И вчера вечером у нас вроде как решилась наконец-то эта проблема, исходя из той информации, которой я владею, у нас снова появилась хорошая защита дедос-атак и вроде как проблема решена. Также я нашел, ну как нашел, скинули ребята скрины с тех речей, которые писал Орех в чате. Сегодня мы их рассмотрим, ну и сможем, так сказать, сделать какие-то выводы из этого. Плюс, возможно, закончить эти самые дедос-атаки и ждать компенсацию. Да, ведь когда у нас заканчиваются дедос-атаки, у нас обязательно должна быть компенсация, так как игра не работала какой-то период времени, да, если быть точным, то два дня так точно у нас были большие проблемы с игрой. И ждать уже компенсацию, которую Орех нам предоставит в ближайшее время, да, в виде премочки потерянной, в виде звезд потерянных, в виде каких-нибудь еще там ультриков, дополнительных танкончиков тоже можно было бы насыпать, если честно, да, за все эти неудобства, которые у нас произошли. Ну и посмотрим, что же Орех вообще написал. То есть, по сути, это война Ореха против дедосера, и здесь есть интересные сообщения от Ореха. Первое сообщение, которое, ну, можно видеть на этом скрине, это то, что Орех, ну, по сути, объявляет войну дедосеру, да, и говорит о том, что продолжай свои попытки, друг мой, но здесь ты не победишь, не сейчас никогда, присадись к нам и играй честно, ведь в честности играем вот что действительно важно. То есть, Орех понимает, да, то, что, как бы, ну, дедос происходит, но даже на выходных днях, даже на выходных днях Орех работал и решал проблему дедоса, и сделал в этом плане большие успехи, да, то есть, если изначально у нас играла, лежала бесшансово и ничего нельзя было сделать, там один сервер полудохлый еле-еле работал, то уже вчера вечером все идеально работало, и даже сам дедосер сказал то, что проблема, ну, можно так сказать, решена, да, и то, что он не может задедосить игру, да, то есть, есть определенная защита от дедоса, и он не может ее пробить, но он, конечно, там пообещал, что через время все вернется, и дедос снова будет, но посмотрим, посмотрим, да, то есть, все-таки, данный молодой человек уже на протяжении где-то месяцев девяти периодически напрягает игру и ее дедосит, ну, посмотрим, что будет у нас в этот раз. Ну, и второй скриншот есть, где Орех писал о том, что снова пришел наш, пришел он, хакер наш упорный, ведь на атаку он решил Танкинлайн третий раз, но и сейчас он получил в ответ только смех и улыбки, потому что наш сервер сильнее любых преград. Он старается взломать нашу защиту, свои атаки посылает опять и опять, но здесь ты не победишь, друг мой, твои старания терпят поражение снова и снова. Мы знаем, что ты не отстанешь, но наша игра останется в безопасности, смейся над нашими антидедос устройствами, но знаешь, что наша защита непробиваема. То есть, это, по сути, жесткий байт от Ореха на то, что у него защита стоит, и то, что дедосер может тратить сколько хочет своего времени на попытки обойти все это дело, но Орех уже придумал и поставил хорошую защиту от дедоса, и даже если дедос будет возвращаться вновь в нашу игру, то моментально Орех сумеет поставить, так сказать, защитку и спокойненько разобраться с дедос атаками. Поэтому выглядит это, конечно, все супер самоуверенно. Да, в моменте, конечно, уже что-то подобное было, и Орех выписывал, но потом опять дедос атаки возвращались, и опять у нас игра не работала. Посмотрим, чем закончится эта история. Да, но пока что у нас есть промежуточная победа Ореха над дедосером, но и, по сути, ну, наверное, даже какая-то определенная война открыта, да, потому что готов Орех принимать вызов, посмотрим, чем будет отвечать у нас дедосер. Я, конечно, со стороны, ну, немножко иногда даже смеюсь, смотря на всю эту ситуацию, да, когда Орех начинает писать в чате, да, и отвечать дедосеру, даже можем сейчас посмотреть, может, там тоже есть какие-нибудь интересные сообщения, потому что Орех периодически что-то у нас здесь пишет, ну, вроде как, вроде как так, сейчас у нас здесь никаких сообщений от Ореха не наблюдается. Ну, по идее, да, он должен уже отдыхать, спать, если он полностью ночью работает, да, и решает проблемы дедоса, при том, что это на выходных днях все дело происходит, ну, с одной стороны, это даже выглядит очень позитивно, да, то, что человек полностью отдается игре и старается в кратчайшие сроки решать проблемы, да, если нам, например, в каком-то моменте казалось, что, типа, дедос происходит, и никто ничем не занимается, никто их не решает, эти дедос проблемы, то сейчас реально видна работа и видно то, что прилагали ребята усилия, чтобы решить проблему с этими дедос атаками, и это не пустые слова, когда у нас выходили посты о том, что проблема решается и пытаются решить все это дело в кратчайшие сроки. Ну, а теперь мы, конечно же, после того, как решилась проблема, ждем компенсацию, да, и я в очередной раз повторюсь, это тот момент, когда она должна быть 100%, прям 100%, потому что игра у нас лежала, лежала бесшансово, а это значит, что за такие вещи хотя бы минимально, те два дня, которые бесшансово лежала игра, у нас должна возмещаться премочка, должна возмещаться танкоины потраченные, ну и звезды, да, которые я не набил дополнительные, поэтому надеюсь на то, что все это дело возместится, и уже возместится в ближайшее время, поэтому если вы согласны с моей точки зрения, то, что компенсация должна у нас быть, то обязательно поддерживайте данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг и не подписаны, ну и, конечно же, не забывайте про розыгрыш на 30 тысяч танкоинов, на 2 миллиона кристаллов, по моему личному тегу в настройках игры, которые можно установить, вот здесь, темпщик устанавливаете, дальше оформляете покупочку в магазине, премочка, танкоины, ежедневные танкоины, ну и дальше заполняете форму, которая есть в описании. У меня на этом все, ждем компенсации, и надеемся на то, что больше додос атаки не вернутся в нашу игру. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!